мы зайдем в рейтинг и статистику убедимся что у нас уже 24 это хватит для того чтобы сделать запрос на покупку нового участка тепличный комплекс 315 тысяч рыночная цена у нас есть 336 тысяч то есть если он там чуть-чуть накинет мы в принципе сильно сопротивляться не будем мамаевский дмитрий лояльность владельца как я уже говорил сто процентов общем то мы делаем запрос и агент связался с владельцем ожидайте ответа делайте в комментариях ваши ставки о том продаст ли нам мамаевский дмитрий или не продаст нам эти сраные теплицы здрасте у нас тут опять продолжается золотой колос и прошлой серии мы сделали запрос на теплички и уже нам риэлтор позвонила сказал что есть ответ мы собственно находимся около на риэлторского агентства и он сказал приезжайте тебя по телефону я вам ни хрена не скажу и поэтому мы сюда опять приехали и нам надо посмотреть что же нам сказали и я честно говоря хочу чтобы нам хватило денег рыночная стоимость 315 тысяч и раз у нас лояльность сто процентов я надеюсь что он согласится и владелец согласен продать имущество за 328 тысяч он сраный ублюдок у меня 327 500 если я нажму сейчас нет то он нам в итоге не продаст и нам надо будет ждать время и делать еще раз запрос а если мы нажмем да то у нас не хватит денег что же делать надо нажимать да по-любому и написано у вас не хватает денег и мы еще раз можем сделать запрос друзья и я конечно извиняюсь это может быть немножко читер на но я перезапущу игру просто и все здрасте у нас тут продолжается золотой колос да твою мать это уже было в общем то мы знаем что 328 тысяч нам зарядили за теплички у нас не хватает 414 евро с одной стороны мы конечно можем взять кредит с другой стороны у нас на складах есть много всего и мы можем это продать на оптовую базу по низкой цене но этих денег все равно не хватит например на грунт и рассаду поэтому друзья и как я этого сильно не хотел но нам надо брать кредит пока что мы возьмем на 500 евро 5000 простите и долларов до чтобы купить теплички а потом уже будем прицениваться ко всему дерьму то что нам надо еще купить покупаем тепличный комплекс смотреть и до за 328 тысяч мы это дерьмо покупаем и в принципе поехали смотреть что у нас там происходит что мы это можем делать и чего не можем нас есть машинкой мы на ней соответственно поедем да и вот они друзья наши теплички давайте оставим машинку здесь и побегаем посмотрим чего у нас тут вообще есть соответственно на тепличках есть работают уже всякие валерки так вот открываются дверки здесь нихрена сейчас нету но валероны ходят и что-то охраняют соответственно они у нас здесь будут заниматься всем дерьмом которое требуется тепличкам по уходу за всякой фигней да ездить склоне и склад удобрений мы сюда привозим удобрение и удобряем грунт грунт надо купить на садовом центре здесь всего семь теплиц и в каждую из них надо 100 кубов грунта соответственно мы его высыпаем на склад здесь у нас есть склад грунта да даже 21 для отработанного грунта один для нормального мы привозим на склад и валероны сами это все дело переносят с помощью лопат им правда придется за это платить и много потом этот грунт отрабатывается он может 33 урожая в себе принести обогащенным и покупаем потом где-то здесь монетка лежит где-то здесь ее слышу но не вижу да она лежит на столе мы еще подберем еще 93 у нас осталось на карте о чем я говорил я говорил о том что мы покупаем здесь обогащенный грунт на садовом центре и после того как с него собран урожай его можно удобрить и еще один урожай собрать а потом еще один а потом уже удобрять нельзя его надо будет менять на самом деле это довольно таки большая проблема у нас сейчас потому что нам недоступен поезд лучше всего его возить поездом или же какими-то прям очень большими грузовиками потому что если следовать простой математике на 7 тепличек нужно 700 кубов грунта 700 мать его кубов разумеется в первую первое время придется это делать с помощью урала и как вы понимаете это будет очень долго потом я надеюсь у нас появится поезд и мы будем возить на поезде потому что на поезде можно цеплять кучу вагонов по 70 кубов и за два раза привести сюда как нефиг плюс надо еще покупать рассаду это делается тоже на торговом центре и мы друзья не будем выращивать все просто так мы будем смотреть контракты принимать их и считать что нам надо а что нам не надо в итоге все это дерьмо будет появляться у нас вот на этом замечательном складе на поддонах и коробках загружать здесь выгружать видимо эти склады универсальная и можно там еще что-нибудь хранить есть также свой склад удобрений куда мы привозим удобрения и этими удобрениями удобряем да ну и конечно же все эти триггера есть на железной дороге и все это дело можно возить с помощью поезда как я уже говорил поэтому друзья давайте-ка мы сгоняем на биржу контрактов посмотрим какие контракты у нас есть на теплице и займемся делом здравствуйте ребят я у вас уже был и мне еще надо короче контрактики посмотреть я хочу работать и нифига себе я заехал сразу нормально но почти нормально ладно соответственно биржа контрактов и смотрим контрактики нас интересуют баклажаны клубника томаты и огурцы и смотрите есть огурцы 79 кубов продолжение предложение действует 33 минуты надо думать есть еще томаты это очень интересно соответственно 103 куба томатов и 79 кубов огурцов я честно говоря не очень помню насколько у нас производительны эти самые теплички но мы можем посмотреть справку потому что в справке все написано и мы без проблем можем посчитать что мы получим соответственно урожайность помидоры 90 огурцы 58 и 5 но это при четвертом сорте если мы будем сажать третьего сорта рассаду а мы будем третьего сорта рассаду сажать потому что нам она уже доступна получается плюс 15 процентов и боже мой где мой калькулятор соответственно с помощью калькулятора мы 90 прибавляем 15 процентов и получаем 103 и 5 соответственно если мы посадим рассаду 3 сорта мы получим 103 с половиной куба томатов я думаю этот контракт можно смело брать плюс моего еще можем немножко накрутить до 695 долларов и поэтому моего берем одна теплица у нас стопудово будет занято я видел еще контракт на огурцы огурцы 79 кубов от нас требуется но надо посчитать 58 с половиной мы тоже прибавляем 15 процентов и получаем 67 кубов 67 и 2 и этого будет мало можно посадить 2 теплицы огурцов и потом они еще пригодятся когда-нибудь я думаю что мы так и сделаем 1 1 рассады нам будет мало поэтому мы это дело тоже принимаем у нас есть 24 у нас есть 162 часа но через 24 часа наше это все добро вырастет и возможно мы не будем это дело сразу продавать то есть я как прошлый раз наберу ту кучу контрактов и потом все это дело буду возить но пока что нас интересует совсем другое нам надо купить рассаду и нам надо купить грунт поэтому мы едем в торговый центр чтобы все это дело сделать так добро пожаловать опять в садовый центр я опять его тогда назвал торговым да может быть у меня бывают такие грешки и так тут у нас семена нам это не интересно нам нужен в первую очередь грунт и кстати а грунт стоит много чтобы вырастить 3 теплицы нам надо 300 кубов грунт и это стоит 30000 есть вариант купить сразу 700 и отвезти сразу 700 за 70 тысяч но надо брать кредит это я понял сколько еще рассада стоит хороший вопрос рассада у нас где-то здесь продавалась или нет там он теплички находятся сзади я понимаю что здесь нельзя ходить но что поделать очень хочется вот здесь у нас рассада продается надо в общем-то купить рассаду соответственно твою мать как дорого все стоит а нам нужно рассада томатов и рассада огурцов причем целых две штуки огурцов кстати можно взять две рассады 4 чтобы сэкономить на ней нам все равно 2 хватит там 58 и 5 умножить на 2 вообще по горло будут соответственно 22000 рассада и 14 400 это уже 36000 36 400 плюс 70 грунта это получается ровно 100 тысяч плюс еще на зарплату валероном короче мы берем кредит и нам еще кстати надо машинки купить все не машинки а на штуку специально с которой поддоны возит я вот кстати думаю еще насчет поддонов вот такой вот полуприцеп бортовой нам тоже понадобится кстати но он скорее всего не возит рассаду но вот такой нам нужен и нам еще нужен конечно же какой-нибудь тягач есть вариант опять-таки взять урала у нас уже есть урал и еще есть тягачей у нас есть урал next который стоит дороже в два раза а и он еще рейтинга требует ту и кучу нет нам это не подходит единственный тягач который нам сейчас под силу это реально урал или взять урал бортовой он мне нравится и с помощью него можно будет возить и семена и все остальное блин может его взять еще 45000 твою мать а гигантский кредит мы берем сейчас друзья гигантский до 200 тысяч в общем то да ничего не поделаешь нам все это надо нам очень сильно все это надо на а чё кстати ухожу отсюда если нам перевели на карточку все сразу соответственно огурцы две штуки мы берем и томаты большой и вот она рассада появилась вот таких поддонах в общем то мы это на урале потом заберем нам надо еще купить грунт я думаю что мы сразу 70 тысяч берем и весь его сразу же отвозим и кстати вывозить его надо довольно таки быстро 70 тысяч покупаем он появляется где-то вон там да на складе здесь нужно будет конвейером это все дело загружать и отвезти его надо как можно быстрее потому что мы платим за аренду этого склада там каждую какую-то единицу времени каждый раз какую-то копейку поэтому и сейчас и короче поеду на базу и позвоню на базу и скажу валерону объясню ему как ехать и он будет это все дело возить знаете друзья что я подумал я подумал что мы не пока не будем ничего покупать смысле никакого урала никакого прицепа и мы с помощью трактора прям в кузове не закрепленную эту рассаду привезем но типа а почему бы и нет мы же сможем ее туда закинуть правильно я так семена много раз возил правда семена я в урале возил но да ладно в общем-то глушим наш трактор у нас же этот самый инакентий очень сильный и он может спокойно поднять этот поддон с рассадой почему он показывает 0 литров мне интересно видимо какой-то баг ну да ладно соответственно мы вот так вот это все дело кладем кидаем и второй тоже самое ух ты же ежик я об крышу случайно зацепил да рассаде потом трындец придет но я надеюсь она там вся обернута этими китайскими пакетами с пупырками потому что наши валероны если потом не будут лопать эти пупырки они очень сильно расстроятся хотя рассада наверное не должна быть обернутой этой пленочкой сейчас несу какую-то хрень опять так же тяжело тебя погрузить то здесь крыша очень низкая я вроде бы попал как это смотрится со стороны но она так смотрится что я это стопудово потеряю по дороге но мы постараемся довести все в целости и сохранности я не знаю получится у нас или нет но мы постараемся знаете друзья мы почти без приключений все это сидела сюда довезли я вот не знаю правда можно ли сначала засыпать рассаду а потом грунт поэтому я не буду рисковать мы сначала загрузим грунт а потом рассаду правда грунта у нас еще сюда не привезет здесь нельзя ворочить поддона да ладно мы просто высыпем сюда вот так вот и все последнее надо каким-то образом достать да мы станем на поддон так будет проще в общем то пускай они лежат здесь мы потом ручками отнесем по сути дела мы сейчас просто ждем пока урал привезет сюда грунт можем посмотреть на складе у нас здесь теперь доступны склады нет не товарные склады зачем что-то я не понял почему здесь нету потому что она в заводах поэтому не туда соответственно 72 куба у нас уже привезено удобрений пока нету и хрен с ним товарный склад пустой само собой он он очень большой две с половиной тысячи кубов соответственно когда будут готовы скажем так теплички к тому чтобы их запускать мы нажимаем здесь на кнопочку загрузить грунт наши валероны его ручками переносят саму тепличку но пока этого не случилось мы просто ждем наверное имеет смысл нанять валерона еще на трактор чтобы он быстрее это все дело привезли просто трактор будет ездить 40 а урал 70 катается но честно говоря как то пофигу так все равно будет быстрее по моим подсчетам или нет короче они там разберутся а мы пока просто ждем короче говоря друзья я тут успел сходить на обед за это время нам привезли почти 300 кубов и сейчас сюда уже подъедет урал еще 24 подвезет и мы сможем 3 теплички запустить 3 теплички которые на данный момент нам необходимы пацаны работают и будут продолжать работать и валерона тут тоже будет работать но нам главное сейчас запустить 3 теплицы урал уже где-то на подъезде я его уже даже чувствую прямо да вон он едет сзади за за тепличками в смысле сейчас он выгрузится и мы и мы их запустим да давай дружище у тебя получится я в тебя верю как никто не верил а просто раз я видел он выгружал оба сразу то есть и кузов и прицеп но сейчас видимо это дело не сработало я не знаю как это работает в общем то у нас уже есть 303 куба даже больше поэтому мы переходим в теплички ребята пускай работают дальше наше дело теплички да соответственно загрузить грунт в первую теплицу и это 3000 евро стоит охренеть да ну соответственно во вторую и в третью мы это тоже загружаем теперь здесь у нас везде есть грунт слава богу хотя бы что это быстро происходит хоть и дорого но хотя бы быстро да соответственно давайте выгрузим поддоны это мы сделаем сами еще 3000 евро платить чтобы по одному поддону здесь выгрузить я честно не намерен значится 1 вот сюда и он сразу же исчезает и здесь все засеялось и пошел полив нас теперь написано там томаты 43 созревание 0 процентов значит созревать она будет 12 часов и потом еще 12 будет плодоношение наши валеры будут это все дело собирать вот это вот мы во вторую тепличку выгрузим там тоже самое сейчас произошло там четвертый сорт у нас огурцов мы решили на рассаде немножко сэкономить на что поделать денег сейчас очень мало хотя у меня есть решение этой проблемы и еще есть заработная плата еще 2000 кстати за рассаду они все равно деньги берут можешь ублюдки дать плечки содержать не так дешево как хотелось бы но они будут переносить нам кучу денег так что у нас теперь тут растут помидорчики и огурчики и все будет свеженькая нам это все будем не жрать а продавать я надеюсь что эти валерона не будут тырить себе на стол производственную эту всю хрень все свеженькая без пестицидов и все круто да на этом друзья эту серию я закончу сейчас они довозят грунт и я запущу стримец которые вы скорее всего уже видели потому что на самом деле еще даже 5 серия не вышла а я уже вот шестую записал и после этого стрим будет и на этом стриме мы можем кстати вернуть кредита 75000 и на этом стриме в общем-то задача будет отбить кредит 125 тысяч будем выполнять контрактики так что если кому-то интересно он уже прошел можете его в записи посмотреть если вы не смотрели правда там так по болтушечки будут всякие также друзья не забывайте что если вы не подписаны и в общем то это очень зря надо подписываться потому что потому что если вы подписаны то вы не будете пропускать новые видосики и стримчанские да а также нужны лайкусики очень много лайкусиков надо потому что я их очень сильно люблю а если у меня хорошее настроение лайкусики дают хорошее настроение то я смогу записывать новые видосики которые вы же и будете смотреть то еще можно написать какой-нибудь комментарий под этим видео потому что я люблю читать всякие комментарии интересные и особенно ржащные я поржать люблю знаете так что можете шутечку написать мне будет приятно короче я сделал что хотел сказал что хотел меня друзья на этом все с вами был никита делай и смотрите у нас осталось всего 2 доллара это кошмар короче на стриме будем отбивать пытаться хотя бы да в общем то всем спасибо за внимание с вами был никита делай всем всего доброго и пока пока до